Добрый вечер! Ну что, пришло время сказки. Вы готовы? Устраивайтесь поудобнее. Ирина Сёмина. Рыцарь на день рождения. Явилась ко мне как-то раз фея и говорит, «Ну что, девочка моя, вроде бы у тебя сегодня день рождения?» «Ага», говорю, «двадцать пять стукнуло, четверть века». Вот решила я тебе подарок сделать. Правда, только одно желание. Зато исполню прямо сейчас. «Спутник жизни!» – не задумываясь, говорю я. «Всё у меня есть, а спутника нет». Как нету? Вон их сколько вокруг. Посмотри. Вот взять хотя бы Егора с третьего этажа. Чем не спутник? На вид ничего себе. С высшим образованием, спортом занимается и перспективный. Вон уже старший менеджер. Егора с третьего этажа. Я пару раз видела. Новый сосед. Заселился недавно. На вид он, конечно, и правда ничего себе. Но это всё не то, отвечай. Ерунда на постном масле. Зачем мне мужчина, который будет всю жизнь за гроши на чужого дятю работать? По вечерам в спортзал, по выходным на рыбалку. Оно мне надо. И парфюм у этого Егора такой навязчивый. Нет уж. Ну, не хочешь Егора, тогда сама. Заказывай. Я рыцаря хочу. Настоящего, как в старых романах. Рыцаря? Ну, вот ещё одна. Девочки, ну что же вы дуры такие, расстроилась фея. Зачем он тебе? Может, подумаешь? Хочу рыцаря. Заупрямилась я. С детства мечтала. Ну, будь по-твоему, вздохнула фея. Эйнцвейн Амалдин. Мечта исполнись. С этими словами она довольно ощутимо треснула меня волшебной палочкой по лбу. Мир закружился и... Зачем ты на мне женился? Нервно заламывая руки, спрашивала я. Тебя никогда нет дома. Ты мне совсем не помогаешь. И потом эти постоянные пирушки и ресталища. Дорогая, ну я же рыцарь. Не отрываясь от натачивания меча, добродушно отвечал мне муженёк. Семейная жизнь – это короткий привал между длительными походами. Пирушки и ресталища – это обязательные мероприятия. Если их пропускать, кто же меня уважать будет? А что насчёт хозяйства? Так я для того и женился, чтобы им кто-то занимался. Ну ты же так красиво ухаживал, слагал мою честь стихи, пел серенады. Куда это всё делось? Так это… ты тогда была прекрасная дама. Тебя надо было завоёвывать. А теперь ты моя законная жёнушка. Сколько можно министрелям за тексты платить? Дерут ведь построчно изверги. Да и потом. Зачем тебе серенады, если у тебя я уже есть? Га-а-а! И прекрати отрыгивать, что за манеры, – возмутилась я. Манеры у благородных господ, а мы, рыцари, люди военные. Нам можно. О, Господи, в отчаянии, – завопила я. А не мыться годами, это вам тоже можно. Но ты же знаешь, я дал обед. Не мыться, пока хоть один супостат отравляет воздух своим дыханием до полной победы. Пока что это только ты отравляешь воздух своим дыханием супостат, эдакий, – махнула рука я, доставая надушенный платок. Меня своей вонью ты уже точно победил. Радуйся. Ну что ты нагнетаешь, – засмеялся муженёк. Где ты видела чистого рыцаря? Когда нам мыться, если мы воюем? Да и зачем, если под доспехами ничего не видно? Но дома-то ты доспехи снимаешь, – возразила я. Слава Богу, что наезжаешь только по большим праздникам. Кстати, о праздниках. Милая, должен тебя огорчить, но на твой день рождения меня не будет. Мы завтра опять в длительный поход отправляемся. А подождать нельзя? Нельзя. Я же сюзерину служу. Рыцарь – существо подневольное. Господин сказал – в поход, значит, в поход. Но ты не беспокойся, подарок я тебе уже купил. Да, это меняет дело. И когда же я его увижу? Да прямо сейчас. Вот. Пояс верности. Последняя модель. Металл самый качественный. И замок повышенной секретности. Теперь я буду спокоен, что во время моего отсутствия твоя честь в безопасности. Тебе помочь облачиться или служанку позвать? Я тебе позову. Зловеще проговорила я, хватаясь за тяжеленные железные трусы с устрашающими зубчиками на самом интересном месте. Я тебе помогу. Я тебе сейчас устрою демонстрацию верности. Стой, стой, кому говорю. Роняя меч, вскочил мой рыцарь. Я ей дорогие подарки на день рождения. А она... Знаешь, сколько за этот пояс я заплатил? Ага, взвыла я, устремившись к нему. Но он прорворно метнулся на выход. Сумасшедшая баба! Успел он крикнуть, прежде чем дверь захлопнулась. Я же, не успев затормозить, с размаху приложилась лбом к двери и... Ну как? С интересом уставилась на меня фея. Что это было? Хрипло спросила я, голосом артиста Булдакова, вновь очутившись в своей родной комнате с обоями в горошек. Жизнь с рыцарем? Демоверсия. Охотно разъяснила фея. Тебе понравилось? Вижу, не очень. Но это какой-то неправильный рыцарь, возмущенно сказала я, потирая лоб. Я себе рыцаря совсем не так представляла. Ох, девочки, ну когда же вы мозги включите? Покачала головой фея. Рыцарь? Он ведь кто? Средневековый военный, наемник, со всеми вытекающими последствиями. Образование минимальное. Интересы узкоспецифические, да еще чуть что сразу в драку. Для прекрасных дам хорош только в процессе ухаживания, на расстоянии от клумбы до балкона. Да уж, когда ближе, уж очень в нос сшибает рыцарским духом, согласилась я. Дурацкий это обед, не мыться до полной победы, честное слово. Ну что, полную версию запускать? Вкратчиво спросила фея. Я готова. Упаси бог, отчаянно замотала я головой. Не надо мне такого счастья. Ну ладно, не надо так не надо. Полечу я, заказов еще много. Но подарок я тебе все-таки пришлю на свой вкус. Ты не против? Присылайте, буду ждать, вяло сказала я. Я пока примочку на лоб сделаю, а то у меня мозги слегка сотряслись. А может, просто вправились, заметила фея и испарилась, прежде чем я успела отреагировать. Звонок в дверь раздался где-то через полчасика. Я открыла, на пороге стоял Егор с третьего этажа. Простите, вы не могли бы меня проконсультировать? Смущенно спросил он. А то я тут борщ решил себе сварить, но как-то запутался в технологии процесса. Я смотрела на него. А что? Вполне ничего. Прическа аккуратная, улыбка приятная, и сразу видно, что воспитанный. И борщ вот варит, молодец какой. А серенады? Ну что мне в этих серенадах? Конечно, Егор, приветливо сказала я. Я вас охотно проконсультирую на предмет борща. Где будем экспериментировать? У меня или у вас? И, о боже, какой у вас всё-таки приятный парфюм.